Большое спасибо за приглашение на Белые ночи. Это всегда бывает очень интересная, очень познавательная и полезная конференция. Поэтому я всех благодарю за возможность с ней участвовать. Моя презентация будет посвящена возможностям использования такого маскера, как ПДЛ-1, при лечении различных локализаций, при диагностике. Но в конкретном случае мы поговорим о применении данной диагностики в тройном негативном раке молочной железы. Все иммуно-онкологические препараты, которые сейчас широко используются при различных локализациях, в том числе и в тройном негативном раке молочной железы, основаны на ингибировании контрольных точек иммунитета, в частности на вот этой связи между рецептором ПДЛ-1 и его легандом ПДЛ-1. Сейчас уже хорошо известно, что связывание леганды ПДЛ-1 на опухолевых и иммунных клетках с рецептором ПДЛ-1 приводит к подавлению цитотоксической активности Т-клеток в микроокружении опухоли, что ведет, в свою очередь, к ускользанию опухоли от иммунного ответа. Поэтому все иммуно-онкологические препараты, которые сейчас созданы, они, в принципе, работают таким образом, что разрывается связь ПД-1 и ПДЛ-1 путем связывания либо с рецептором ПД-1, либо с его легандом ПДЛ-1 в моноклональных антител того или иного рода. Вот эта ситуация для тройного негативного рака молочной железы, когда в арсенале клиницистов отсутствует таргетная терапия и привела к тому, что с появлением этих препаратов в первую очередь стали рассматриваться возможности применения иммуно-онкологических препаратов для лечения тройного негативного рака молочной железы. И вот это первое исследование, которое было проведено в 2018 году, которое показало эффективность применения атеза лизумаба в комбинации с НАП по клетокселам для тройного негативного рака молочной железы и послужило основой того, что ИВДИИ одобрило применение препарата атеза лизумаб при тройном негативном раке молочной железы. В 2019 году состоялось и утверждение применения атеза лизумаба у больных с тройным негативным раком молочной железы в России. И что важно подчеркнуть, уже в регистрационном удостоверении этого препарата было отмечено, что данное назначение препарата в этой комбинации требует того, чтобы была проведена сопутствующая диагностика. То есть диагностика, которая выявила бы уровень экспрессии PD-L1 и только при его позитивном статусе, который составляет 1,5%, возможно рассмотрение назначения этой комбинации препарата. Эта ситуация была отражена в классификации по раку молочной железы, которая вышла в конце 2019 года, и там теперь есть отдельный раздел, который посвящен PD-L1-тестированию, и указана точка отсечения 1% иммунных клеток. В клинических рекомендациях Минздрава России по раку молочной железы, которые были утверждены в этом году, также в той разделе, который описывает лечение при тройном негативном раке молочной железы, указано, что мы должны и имеем такую возможность определять PD-Л1-экспрессию на иммунокомпетентных клетках в случае тройного негативного рака молочной железы. Поэтому актуальность этого исследования, определения этой экспрессии сейчас очень важна. Почему мы используем именно клон СП-142, хотя сейчас у нас в России зарегистрировано 3 клона, которые я привожу на этом слайде, это СП-142, СП-263 и СП-2023. Это связано с тем, что вот в этом основополагающем исследовании МП-630, которое и показало возможность применения отезолизумаба в комбинации при тройном негативном раке молочной железы, очень хорошо видно, что в свой вклад в уровень экспрессии PD-Л1 вносят для рака молочной железы именно иммунные клетки. Мы видим, что процент их составляет 41%. В то же время как для опухолевых клеток эта экспрессия отмечается только в 9%. То есть вклад иммунных клеток в уровень экспрессии PD-Л1 не сравнимо выше, и именно поэтому антитела, которые адаптированы для выявления экспрессии PD-Л1 на иммунных клетках и применяются в этом исследовании. Вот данная картинка тоже показывает, как рак молочной железы отличается от других локализаций, например, от немелкоклеточного рака легкого, экспрессию которых PD-Л1 вносит практически равный вклад как опухолевые, так и иммунные клетки. А в тройном негативном раке молочной железы, как мы уже видели, важнейшая роль имеет экспрессии именно на иммунных клетках. И вот важнейшим показателем того, что это действительно так, что для определения чувствительности и для определения эффективности применения отеза лизумава в комбинации с напаклитоцелом именно должен использоваться ИСП-142, было продолжение исследования МП-630, которое показало, что при использовании других антител вместо ИСП-142, ИСП-263 или 22С3, мы видим, что наибольший выигрыш от применения такой комбинации лекарственного лечения получили только те пациенты, у которых позитивный статус опухоли был выявлен именно с использованием ИСП-142. Использование других антител приводило к тому, что были получены ложно-позитивные результаты, которые привели к тому, что у этих пациентов определить выигрыш от назначения лечения при использовании этих других антител невозможно. Вот это исследование и стало таким тоже основополагающим для того, чтобы подтвердить, что ИСП-142 – это тот маркер, который мы должны использовать в данном случае. Что, собственно, собой представляет анализ PDL-1 ИСП-142? Это комплексная система, закрытая система, включающая в себя определенную инструментальную платформу, определенный тип стейнеров «Вентана Бенчмарк». Это набор реагентов, в котором все реагенты находятся в рабочем разведении, поэтому мы не вносим в их приготовление ничего от себя, а используем стандартные реактивы. Это строго оговоренная трехступенчатая система детекции с этапом амплификации. Это наличие инструкции по использованию, и протокол этой инструкции, он внесен в протокол стейнера, в программу стейнера. Мы обязаны использовать тканевые контроли и стандартный протокол производителя. Также производитель нам предлагает стандартный протокол оценки, который можно использовать не только для оценки, но он еще важен для обучения специалистов, поскольку содержит референсные изображения, и в сложных случаях мы можем видеть свою картину под микроскопом и сравнить ее с теми референсными изображениями, чтобы понять, достигаем мы того важного порогового значения в 1% и каково значение уровня экспрессии ПДЛ-1 в данном конкретном препарате. Каким образом мы оцениваем иммуногистохимическую реакцию с ПДЛ-1 в тройном негативном раке молочной железы? Наша задача состоит в том, чтобы на срезах, окрашенных антителами ПДЛ-1, оценить долю площади опухоли, занятой позитивно окрашенными иммунными клетками. Что мы считаем позитивным окрашиванием? Это любое точечное или линейное окрашивание. Это полное или частичное мембранное окрашивание, как одиночных клеток, так и воспалительных инфидратов. Нам точно оговорено, какие структуры мы включаем, какие мы не включаем в подсчет. И мы должны хорошо понимать, что в сложных случаях мы обязательно сравниваем с препаратом, окрашенным гемотоксилином и азином, и с помощью этой картины точно разбираемся в том, что мы относим к площади опухоли. Позитивный ПДЛ-статус опухоль получает при наличии окрашенных иммунных клеток, занимающих 1 и более процентов площади опухоли. Поэтому наша задача первая – определить площадь опухоли очень точно. И мы понимаем, что область опухоли – это область, занятая опухолевыми клетками, а также интратуморальными и перитуморальной стромой. Мы находим эту площадь опухоли, соотносим ее с тем, что мы видим на препарате. Мы обязательно должны из площади опухоли исключить участки некроза, которые не принимаются во внимание, но у которых может быть позитивная реакция. И дальше мы вычисляем вот этот показатель IC, то есть соотношение площади, занятой окрашенными иммунными клетками, вне зависимости от их типа, что важно, к площади опухоли и ее стромы или фильтрированной иммунными клетками. После того, как мы это провели, мы, собственно, и вычисляем вот этот показатель IC и выясняем, составляет ли он 1% и более. Что для нас еще надо понимать, что когда в лаборатории попадает биопсидный или операционный материал, а чаще мы работаем с биопсидным материалом при установлении этого диагноза, то, с чего мы начинаем, это изготовление стандартного препарата, окрашенного гемотоксилином и азином, и изготовление минимум 4-х слезов для определения суррогатного подтипа. И только на последнем этапе, когда мы установили, что это действительно тройной негативный рак молочной железы, мы проводим определение уровня экспрессии ПД1. Вот именно эта ситуация требует от нас очень внимательного отношения к материалу, которого может быть небольшое количество, и мы должны работать так, чтобы не терять материал в процессе подготовления блоков, чтобы у нас остался материал на решение всех наших задач. В инструкции приводится очень точный алгоритм тестирования ПДЛ-1, в котором точно сказано, что мы обязательно должны использовать реагент негативного контроля и внутри лабораторный контроль, которым является миндалина. И только после того, как мы провели оценку этих контролей, мы можем приступать к оценке уже нашего препарата. Итак, что мы должны сделать? Мы должны убедиться в адекватности препарата, то есть мы должны иметь минимум 50 жизнеспособных опухолевых клеток. Мы должны в качестве окрашивания контрольного стекла убедиться, что оно адекватное, и позитивная структура окрашена позитивно, негативная – негативная. Мы должны убедиться в качестве негативного контроля. Он должен быть действительно негативный, и только после этого мы имеем право перейти к препарату окрашенными антителами и уже оценить его в соответствии с тем алгоритмом, который нам занят, и с принятием тех порогового значения, которые мы сейчас имеем. Что еще важно понимать? Что мы должны правильным образом фиксировать наш материал. Мы можем материал фиксировать только в нейтральном забоферном формалине в течение 12-72 часов. Мы можем использовать либо свежие образцы, имеется в виду только что полученные из первичного очага или метастаза, или архивные образцы, которые некоторое время, залитые в парапентах, хранились у нас в архиве. Нам нужно иметь обязательно не менее 50 жизнеспособных опухолевых клеток, и мы должны беречь материал, чтобы он там остался в нашем срезе. И помните еще о том, что ни цитрологические образцы, ни ткань из костных метастазов непригодны для анализа. Мы не можем использовать ткань после любых вариантов декальцинации. Какой еще есть важный вопрос? Проме этих требований к образцу, которые я привела, нужно ли нам определять ПДЛ-статус первичной опухоли или в метастазах. Значит, для нас важно то, что таких работ еще не так много, но тем не менее в 2019 году вышла работа Мэнсона с авторами, которая показала очень хорошо, что ПДЛ-статус первичной опухоли и отдаленных метастазов может отличаться почти в половине случаев. Это очень большой процент случаев. Поэтому и было показано, что наличие позитивного статуса отдаленных метастазов является фактором благоприятного прогноза. Поэтому возможность и ценность повторной оценки ПДЛ-статуса в отдаленных метастазах – это хорошо показанное, важное исследование. И нужно понимать, что это исследование мы тоже можем и должны проводить. Как мы знаем, что иммуногистохимическое исследование – это исследование, на которое влияет очень много факторов. И я хотела бы задержать ваше внимание только на одном, пожалуй, самом простом факторе, но который требует очень тщательного волнения. Посмотрите на этот слайд. На нем вы прекрасно видите, что использование неправильного фиксатора и использование не того времени фиксации, которое допустимо, приводит к тому, что мы имеем препараты, неверным образом окрашенные, мы можем иметь потерю экспрессии, и тем самым мы будем неверным образом ставить ложный негативный результат и неправильно определять ПДЛ-статус данной опухоли. Итак, что мы еще раз считаем позитивным статусом для тайного негативного рака молочной железы? Значит, в том случае, когда мы видим наличие различимого окрашивания ПДЛ-1 любой интенсивности в иммунных клетках, инфильтрирующих строму опухоли и занимающих более 1% площади, занятые опухолевыми клетками, перей и интратуморальной стромой. Вот в этом случае статус, когда это больше 1%, мы называем позитивным. Если этот показатель меньше 1%, статус называется негативным. Но в нашем исследовании мы должны указывать не просто больше или меньше 1% статус, который мы оцениваем по иммунным клеткам, мы должны писать конкретную цифру, чтобы и мы, и клиницисты понимали, какая действительная ситуация с ПДЛ-экспрессией у данного конкретного пациента. Метод достаточно воспроизводимый, на чём мы убедились не только по тем инструкциям и тем материалам, которые мы имеем, но и на опыте тех тренингов, которые проводились на кафедре РМАПО, и мы понимаем, что патологоанатомы, которые проходят обучение, быстро и очень точно начинают правильным образом определять наличие или отсутствие вот этого порогового значения в 1%, и это помогает нам правильным образом определить статус опухоли тройной негативного рака молочной железы. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...